Доброго времени суток! И мы вновь возвращаемся в уже известную для нас позицию Конторовича Штекнера, чтобы сделать шокирующее заявление. Оказывается, она ничейная. Да, вот так оно бывает. Я рассказал в предыдущем видео, что здесь у белых выиграно после хода король d4. Но оказывается, что даже эншпильная теория не стоит на месте. И действительно, эта позиция считалась выигранной до 2012 года, пока аналитик Погасян не нашел ничью за черных. Вы увидите, что это достаточно сложно. Тем не менее, можно сказать, что ход король d4, весь материал, который я рассмотрел в предыдущем видео, очень полезен, потому что здесь ход водя f2 просто максимально напрашивающийся. В ничье же ведет ход g5. Теперь рассмотрим возможности белых. Начнем с хода f3. Это очень просто ведет к ничье. Черные бьют gh, gh, король e6, король c5, король e5. Нельзя бить, конечно, на f7 ввиду водя a6, король b6. И здесь мы начинаем делать шахи. Где b2, король c7. Очередная ключевая позиция. Вроде бы хочется сыграть водя c2, но этот ход проигрывает. Потому что белые внезапно играют не король b8, а король d8. С какой идеей надо убрать пешку из-под боя. f5, водя h7, водя a2, водя h6. Таким кривым немного способом защищаем пешку a6. И после короля f4 введем. Король c7, король f3, король b7, король g3, a7. И ухорошают водя a6, поэтому черные вынуждены отдать водю на a7. И просто поверьте на слово, здесь черным опять-таки не хватает одного темпа. Для ничьи белые успевают подвести короля. Вот, поэтому он ведет к ниче ход водя a2. Какая разница? Ну теперь, конечно же, ход король d8 бесполезен. Потому что водя уже стоит на a2. А в случае же король b8, следует очень точный ход f6. Почему именно f6 и не f5? Потому что в ином случае пешка будет под боем. Мы увидим это в одном-другом варианте подобную позицию. Водя e7, король d6, водя f7. Король e6, водя a7 и король f5. То есть, черные просто стоят на месте. Техника защиты достаточно простая. Белые не могут усилиться. То, что касается хода f3. Ну а g совсем упрощает позицию. Король g5. В случае f3, следует h4. Целью разменять пешки. f4, король g4. gh, король h4, король e5, король g4. С очевидной ничьей. Потому что белые, если бьют на f7, черные делают предварительный шаг. Водя a5, забирают пешку. e6 затем. Это очевидная ничья. В случае же король c5, следует король g4, король b5, водя f2. Конечно, можно сыграть водя b7. Но после король g3, а7, водя a2, белые не могут усилить позицию. Поэтому водя a8. Ну и уже знакомый для нас прием. До такого эншпиля делаем шаг. Водя b2, король c4. Опять-таки, не делаем шаг на c2. Уже занимаем вертикаль. А водя a2. То есть, а7 просто увели сейчас. Короля. Элементарная ничья. Поэтому водя g8. Король f3. Король b5. Водя b2, король c6. Опять-таки, не шахуем в данный момент. Нападаем на пешку. Водя a2. Король b7. Водя b2. Король a8. И эту позицию мы уже видели, когда разбирали правильный метод защиты за черных в этой позиции. И сход черных в стартовой позиции. Когда стоит король на e6. f5. То есть, форсировано получается окончание с проходной пешка, где белые не могут отрезать короля на достаточное количество вертикали. А именно водя g5, f4, gf, h4, f5, король f4, водя h5, король g4, h8, король f5, водя h4, и после короля e6. На водя d4 следует король e7. Или на водя h8 следует король d7. В общем, черные успели. Поэтому, основной ход здесь король d5. В принципе, что происходит в случае король c5? Здесь следует gh, gh и ключевой ход король e5. Не очевидно, конечно, на первый взгляд, что черные делают ничью, но, тем не менее, это факт. Но f4, конечно же, черные возьмут на f4. Последняя f7, король g4. У них очень много темпов для того, чтобы сделать ничью. Водя a8. На это следует король f4. Король b6. Опять-таки, начинаем шаховать. Водя b2, шаг. Король a7. И f5. Точный ход. Совсем элементарно. Черные делают ничью. В случае водя b8 следует водя f2. Водя b4. Король g3. Король b7. Водя a2. Более сильный ход водя g8. Ну и здесь черные добиваются ничьи. Играя король f3. Между прочим, водя f2. Также ведет ничьи, но достаточно сложным образом. Король f3 намного проще. После водя g5 следует f4. Водя h5 и король f2 с элементарной ничьей. В случае же водя b8 следует водя f2. На водя b5 крайне точный ход водя e2. Ключевой для понимания данного эндшпиля. Здесь черные просто собираются давать шахи. И общее правило водейных окончаний. Вне зависимости от того. Три линии разницы между водей и королем. Это вертикали или горизонтали. Но если можно давать шахи вражескому королю с интервалом в три линии. Это как правило ничья. Как в данном случае. Король b6, водя e6 шах. Король a5, водя e7. Пешка h4 падает. Белые не могут добиться прогресса. Ну и также здесь возможно и король b6. На что опять-таки начинаются шахи. Войдя b2, король c7. Здесь опять-таки очень важно не дать шах, а именно водя a2 сыграть. Видите сколько тонкостей. И сколько подводных камней должно пройти черное в данном окончании, чтобы не проиграть. И вот после король b8 нужно играть именно f6. Почему не f5? Спросите вы. Все дело в том, что белый дает шах, водя e7. И здесь на ход король d6, который идет к ничьей после хода f6. Здесь просто водя h7. И бить пешку на a6 нельзя ввиду хода водя h6. Конечно, черный мог по-другому сыграть. Король f4, допустим. Но это тоже проигрывает. Поэтому к ничьей надо знать в данной позиции, что ведет ход f6. После король b7, белые никак не могут по-другому усилить позицию. Следует водя f2, водя a8, водя b2, король a7. И вот идея черной здесь проявляется. Это король d6. Неожиданно. Это крайне неожиданно. То, что черные не ведут короля вперед, не поддерживают свою пешку f. А наоборот. Играют на вечный шах. Водя h8. Водя b8 ничего не меняет. Все так же нужно занять вертикаль е. Водя e2. Водя f8, король c7. Водя f7, король c6. Водя f6, король c7. Белые могут забрать пешку h5. Но черная игра. Дальше водя e7, король c6. Шах и водя e8 с вечным шахом. Например, водя f7, король c6. Водя h7. И водя e6. Белые не могут усилить позицию короля. На король b8, водя e8. Водя e6 последует. Водя h5 тоже вечный шах. Забавная такая позиционная ничья. В случае же водя h8. Метод защиты черных точно такой же. Водя c6. Водя h5 и водя e2. С идеей водя e7, водя e8. На водя f7 следует f5, h5, f4. Ну и белые не могут добиться прогресса. Допустим, водя f6. С целью выиграть пешку следует водя e7. То есть, если h6, то f3. Белые рано или поздно вынуждены забрать пешку. Следует дальше король c6, водя e8, водя e7 с ничью. Вот такая вот характерная защита в варианте с вторым ходом король c5. Ну и давайте рассмотрим основной ход король d5. В принципе, до 2012 года считалось, что эта позиция проиграна. Пока Погасянь не нашел такой забавный ход, как g4. То есть, ну, он абсолютно не логичен. Логичнее gsh, gsh, водя f2, после чего черные проигрывают. Ну вот g4. Такой интересный ресурс. Очевидно, что после водя a8, следует король f5. И после король c6, король e4. И король идет на f3. Все очень быстро. Пешки опадают. А на ход король d6 следует шаг, водя d2. Король c6, водя c2. Большой теперь вопрос. Куда идти королем? Король b7, конечно же, очень медленно. Потому что водя f2 опять приходится тратить темп, чтобы убрать водю. Водя a8, водя b2, король a7, водя b3, водя h8. И черные просто забирают пешку на g3. h5, король e6. В принципе, возникает ничейный эльшпиль. Но в практической партии белые даже могут его проиграть. Потому что все-таки эти пешки черных проходные слишком опасны. Король d7. Более интересный ход. И водя a2 следует. В случае водя a8. Следует очень точный ход король e5. И на a7, король f6, и на король e8, король g7, не пропуская короля. Забавно, что в данной позиции я начал сомневаться в подлинности анализа погасяна. Потому что если включить здесь движок, он, как обычно, показывает бред именно ход король e6. Я даже задал вопрос на форуме, но мне Халифман сразу написал, что как тут король g7 не сделать ход. Да, действительно. Очень сильно тупеешь, когда начинаешь включать движок в эндшпиле. Просто сразу. Минус мозги. Ну вот. Какая разница между ходом король e8 и водя a8. Теперь на король e8, король g6, король f8, уже не проходит такая пассивная защита, как водя a3. Потому что как раз черные оказываются в цуксванге. После водя a8, водя a2, a7, водя a5, король g8, король прошел в белых. На водя a6 следует король h8, цуксванг, король f6, король h7, король e7. И вот эта позиция взаимного цуксванга, можно сказать, вот эта. То есть, если здесь ход белых. Ну, нет, ну ладно. Немного перепутал, но эти позиции достаточно похожи. Мы увидим в одной из них. Если в этой позиции. Ну ладно, мы чуть позже ее увидим. И там черные делают ничью в подобной позиции. Так вот, здесь белого игра. Вот за счет того, что они отдают пешку a7, водя b8, водя a7, король g7, король e6. Играют водя b6, король e5, водя f6. Защищают пешку f2, пешка f7 падает. Потом падает пешка h5. И это легкая победа для белых. Вот, поэтому нельзя играть пассивно в данном случае. Нужно сразу хвататься за пешку f2. В случае, водя b7, очень точный ход f5. Я же говорю, в практической партии, даже если вы знаете, как защищать этот ничпиль черными, вы можете не вспомнить спокойно, потому что слишком много тонкостей. Например, король g8, украшаем матом. Следует f4, водя g7, король f6, водя f7, король e5, gf, король e4, a7, водя a2, f5 и g3. Пешка g пошла вперед, f6, король f5. И белому приходится отдавать две своих пешки за пешку g. В случае же, водя b6, следует король h7, водя f6, водя a2. Конечно, водя f5, это элементарная ничья. Черные главное не взять сразу на a6 и сыграть король g6. После g5, король h6, это ничья. Но после короля f7, нужно проявить точность. Это ход f4. В водя f4, понятно. Дело, что пешка упадет на a6, потому gf, водя a5, f5, g3, король e7, g2, водя g6. И черные забирают пешку на f5. И белый не мог вот так же защитить пешку на a6. Так что это ничья. Вернемся в данную позицию после водя f2. Конечно, кроме водя b7, можно сохранить и водя a8. На что следует водя a2, a7, водя a3, король g8. И водя a6, как раз этим и отличается данная позиция от позиции с пешкой на f2. Которую я пытался только что вспомнить. Здесь возникает положение взаимного цуксванга. Король h8, король f6, король h7 и король e7. Здесь вы видели, с пешкой на f2 белые в подобной позиции отдавали пешку. a7, здесь, конечно, они не могут уже выиграть, потому что без пешки f2 это не годится. А если они пытаются поставить цуксванг путем король g7. Черные играют водя g6. Конечно, король h7, водя a6 ничья. Король h8, здесь нельзя ходить как раз водя a6 ввиду король h7 и цуксванг. Надо сделать ход водя a6 шаг, король g8, водя g6, король h7, водя a6. И это позиционная ничья. Ну и основное продолжение данной позиции, которая считалась раньше выигранным для белых. Это король b5, водя b2, король c4. Опять-таки, можно здесь мгновенно ошибиться. Сыграть водя a2, водя b7, водя a2. А7 с элементарной победой. С белых, связанной с идеями. Король b5 или король b4, водя b6, водя a6, перекрывая вертикаль а. Ну, в этой позиции надо сыграть водя a2, водя a8. И вот, старый анализ. Считалось, что черный вынужден сыграть король f5, после чего следует король b5, водя b2, король c6, водя c2, король b7, водя b2, король a7. Ну, надо забирать на f2. Водя b8, король e4, водя b5, король f3. Король b6, водя e2, a7, водя e8, и белую легко выигрывают, водя b3, не отдавая пешку g3. Король f2, водя c3, f5, король b7 с дальнейшим перекрытием. И черные просто не успевают. Но, как раз в данной позиции, Погасян нашел замечательную идею король e6. И оказывается, что черные опять-таки не собираются бежать за пешками королевского фланга, а возвращаются на ферзевый фланг, где собираются запотовать короля. Ну, как запотовать? Ограничить короля белых и играть на вечный шаг. Партия может продолжиться следующим образом. Король b5, водя b2, король c6, водя c2, король b7, водя b2, король a7, водя бьет f2. Понятное дело, что водя h8, водя f3, водя h5, водя g3, эту позицию мы уже видели. Но что в случае водя b8? С идеей дать шаг, сыграть король b7, повести пешку a. Здесь как раз и показывается идея черных, а именно они сыграли король e6, ради хода король d6. И на водя b5 играют король c6, на водя h5, не водя e2 сразу, как мы видели в подобных вариантах, а водя f3 сначала, чтобы забрать пешку. g3, водя h6, король c7, водя h7, король c6, h5, водя g3, водя f7. И здесь уже не водя e3, как в тех вариантах, а водя d3. Фантастика. Опять-таки, белый не мог усилить позицию путем король b8, водя d8, поэтому вынуждены дать шаг, водя f6. На что следует водя d6? Переход в окончание ферзевое ничейное, потому что черный проводит ферзевое шагом, и слишком белый ферзь будет вне игры, поэтому водя g6. И чудеса продолжаются g3. Очевидно, опять-таки, водя g3, водя d7, водя d8 с вечным шагом, поэтому король b8, но это окончание, оказывается, ничейное. В g6, g2, a7, g1 ферзь, a8 ферзий, здесь проигрывает все, кроме хода король d7, и можете просто поверить на слово, что после, допустим, ферзь b7, король e8, ферзий в 7 король d8, это ничья. Вот такое очень сложное окончание. Я думал, что это уже окончательная оценка, что все-таки после король d4 черный делать ничью, но не ходом в f2 напрашивающемся, а нестандартная идея g5, и на лучший ход король d5 играет g4. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, надеюсь, оно вам понравилось, и с вами был MVP. Субтитры сделал DimaTorzok